Я хорошо к нему относился, и в 2008 году, когда наступал кризис в России, помню, в такие времена, я ездил в машине, в пробках стоял, слушал бизнес FM, что же нужно делать. И там говорили, что во время кризиса растет потребление косметики, потому что женщины теряют работу, они сидят дома, начинают сидеть за собой, и больше потребления. И сетевой бизнес, MLM. То есть имеет смысл заниматься сетевым бизнесом, потому что люди теряют работу, и этот бизнес начинает развиваться. Они ищут другие возможности зарабатывания денег. Также имеет смысл тратить деньги на здоровье, и имеют деньги тратить на личностное развитие. И опять-таки сетевым бизнесом говорят, что недорогое обучение, потому что, как вы понимаете, те деньги, которые вы заплатили, это очень дешево для обучения. Таких трат в обычном традиционном бизнесе, это очень маленький трат. И как раз через месяц мне позвонили, познакомили с проектом. Там я познакомился с Александром Корнеевым, своим другом. Я считаю, что это наставник, учитель мой. И это одна из самых лучших школ, и одна из самых лучших команд, которые я вообще видел. И до сегодняшнего дня это самая лучшая школа. Давайте им аплодируем, в том числе, за заслуги. Я, как дисциплинированный человек, душевоенный, Александр сказал, что мне надо год проходить на семинары. Я год потратил, прошел все-все семинары, которые были в компании. В принципе, я увидел, что там есть хорошие люди, там огромный личностный рост. В принципе, сами мероприятия для меня, именно для моего мышления, мне не очень понравились. Потому что там очень много эмоций будет. И те заработки, которые там были в компании, я сказал, что мне это не совсем интересно, потому что они не очень большие. Там, чтобы вытянуть доход в 10 тысяч долларов, надо было 3-5-7 лет потратить. Теперь хотите, я расскажу, в чем отличие нашего проекта от всех эмоциональных проектов? Да. Окей. Смотрите, на камеру можно сюда отправить? Сегодня на территории СНГ занимаются сетью, или построение агентских сетей около 5 тысяч компаний. И около... Вот так видно лучше? Да. И около 4 тысяч из этих компаний, это те компании, которые неофициально или нелегально работают на территории СНГ. То есть это непорядочные компании, которые не зарегистрированы, или их называют пирамидами, хайпами, которые на полгода выходят на рынок. И около тысячи компаний, это официальные компании, в основном это товарные проекты, которые имеют товар. И где-то 900-950 компаний, те, которые имеют товара меньше 50 количества номинований товара. И около 50-70 компаний, которые имеют больше 500 номинований товаров. То есть в среднем, если взять по 100 номинований товаров в каждой компании, в среднем, то получается, что на территории СНГ 100 тысяч товаров. И вот первое преимущество, которое есть в нашей компании, проекции Айбата, это то, что у нас уже более 100 миллионов товаров. Как вы думаете, на чем можно больше заработать? На 100 миллионов товаров или на 100 тысяч товаров? На 100 миллионов товаров. Однозначно. Конечно, можно заработать на одном товаре, хорошо. Но возможностей здесь намного больше. Второй плюс. Сегодня рынок идет в интернет. Есть компании, которые работают на территории мира. Самые крупнейшие компании сетевые. У них товарооборот около 14 миллиардов долларов. И это круто. Но есть такие компании, как Амазон, которые появились не так давно. И у них уже товарооборот в несколько раз больше. А есть еще eBay, а есть еще другие интернет-проекты, которые больше уже зарабатывают, чем сети, которые 60 лет развиваются на международном рынке. И имеют большую агентскую сеть. То есть рынок интернета очень быстро развивается. И самые богатые бренды из 10 и 8 это интернет-проекты. Поэтому в эту сторону, конечно, надо смотреть. И сегодня в многих-многих сетевых компаниях принято модно говорить о развитии в интернете. Мол, мы занимаемся развитием в интернете. Мы идем в интернет. Вы видели где-нибудь, чтобы через интернет в сетевых компаниях много продавалось товаров? Нет. За последние 5-6 месяцев я провел встречи с 10-15 президентами сетевых компаний. Больше, наверное, 100 встреч это с лизерами от бриллиантового уровня и выше других сетевых компаний. Только несколько человек из них сказали, что да, мы продаем через интернет. Я говорю, покажи. Когда он показал мне несколько человек, некоторые замялись, так и не показали, а другие показали, как вы думаете, что я его там увидел? Я увидел заработок, ну, как у меня, наверное, грузчик зарабатывает в фирме, кондиционерам. Вот такая прибыль имеет лидер сетевой компании по продажам интернет. Это смешно. На личных продажах. Почему, как вы думаете? Смотрите, сегодня есть аналитика e-commerce, это факты, это не голые слова. И сегодня в интернете продаются следующие товары. Первое. 44% продаж в СНГ это бытовая техника. Ребят, сегодня айфоны шестые вышли и было продано за 3 дня 10 миллионов айфонов шестых. Зачем нам зарабатывать на билдобавках, если айфонов продается намного больше за 3 дня? Давайте зарабатывать на бытовой технике. Если посмотреть дальше, то 13% это одежда и обувь продается в интернете. 10% это мебель и товары для дома. 9% это автозапчасти. 7% это детские игрушки. 7% это книги и диски, с чего начинал Амазон и Азон, самые крупные интернет-магазины. И 4% это косметика и парфюмерия. Согласитесь, что вот как раз таки вот этим занимаются многие сетевые компании. И у меня к вам вопрос. Давайте с вами предположим, что мы открыли интернет-магазин и наполнили известными брендами косметики и парфюмерии. Шанель, Литуаль, Ифраше, какие еще знаете, Кюкоболс, Диор и так далее. И наполнили этот сайт позициями сетевых компаний, косметикой и парфюмерией. И продвинули этот сайт на первые позиции. Как вы думаете, заплатили денег за рекламу и так далее. Как вы думаете, в каком процентном соотношении будут покупать вот этот товар и сетевые компании? На самом деле он будет такой. 99% даже больше будут вот это покупать люди. И меньше 1% будут сетевые товары. Почему? Потому что сетевой бизнес продает, ну, товар продается за счет презентации, за счет приглашения людей на презентации, продажи товаров. А вот этот товар, он достаточно известный, раскрученный, сюда вложены деньги. Естественно, не имеет смысла вообще продавать в интернете сетевые товары, которые продаются в Малайме. Это понятно? Ребят, а что мы продаем? Мы как раз таки продаем вот тот товар, который самый популярный. Вот этот товар. Соответственно, у нас товар оборот может через какой-то период времени быть больше на территории СНГ, чем все вместе взятые МЛМ-компании на территории. Вы понимаете, что это такое? То есть обороты нашей компании могут быть намного больше, чем все вместе взятые. Это следующий у нас плюс. Следующий момент. Третий плюс. Сколько дистрибьютор сетевой компании может иметь клиентов? Личных. Сто. Обычная сетевая компания. Ну, 5, 10, 15, 20. От 5 до 20 рекомендуют многие системы. Сколько у нас может дистрибьютор иметь клиентов? Тысячу может? Да. А 10 тысяч? А 100 тысяч может? Может, конечно. В итоге что получается? Мы можем иметь 100 тысяч клиентов, которые продают автоматически 100 миллионов товаров, самых популярных в интернете, самых продаваемых в интернете. Я вас поздравляю с этим, друзья. Какая компания вообще может с нами сравняться? Четвертый плюс нашей компании. На самом деле, сколько много. Смотрите, на самом деле, по маркетинг-плану, сегодня все товарные компании должны тратить на производство, доставку, логистика товара, сертификацию товара. Сегодня наша компания не тратит на это деньги. Соответственно, она не вкладывает это в маркетинг-план. Соответственно, по маркетинг-плану вообще ни одна компания не может сравняться с нашей компанией. Просто не существует маркетинг-планов намного вообще лучше, чем наша компания. Это самый щедрый маркетинг-план. Вы работаете с самым щедрым маркетинг-планом, который есть. И этому есть доказательства. Потому что за последние 2-3 месяца 35 человек в моей компании заработали больше 10 тысяч долларов. Вы знаете, что это такое? Это рекорд за всю историю официальных MLM-компаний на территории СНГ. За такой короткий период времени, какое количество людей заработали больше 10 тысяч долларов. Больше 10 тысяч долларов каждый. То есть побиты рекорды. Ребята, вы самые лучшие компании работаете. Вы самые лучшие. Вы самые крутые. Я хочу, чтобы встали те ребята, которые входят в список. И можно вас попросить сюда на минуту выйти на сцену? Субтитры создавал DimaTorzok На самом деле это только самое начало, потому что мы работаем только 4,5 месяца. Мы начинаем развиваться только 4 месяца не только в России, не только в СНГ, но во всем мире. Сегодня российская команда самая лучшая в мире. Сегодня у нас перспективы вообще не только российские, но и захваты всей Европы, а потом Азии и США. Давайте сделаем это вместе. Давайте побьем все рекорды по зарабатыванию, все рекорды по захвату мирового господства в интернете. Спасибо. 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 Спасибо.